Представители производственных, торговых, транспортных, рекламных предприятий собрались в одном классе 36-й общеобразовательной школы Чебоксар. Цель их встречи – научиться слаженно работать. Затем, как проходило их общение, наблюдали представители власти. Результаты бизнес-игры учеников 11-го класса смотрите в нашем сюжете. На 45 минут старшеклассники 36-й школы освобождены от занятий. У них более важный урок – урок жизни. За короткое время они должны научиться общаться по-взрослому и заработать свои первые деньги, точнее, день-знаки. Сначала я уберу производство и отвожу в торговлю либо в рекламу. И спрашиваю, какова цена, и, соответственно, продаю им по той цене, которую производитель хочет продать. Каждая группа учеников имеет свое название – производство, торговля, реклама, банк и транспорт, у которых свои функции. Игра идет на время. Каждые две минуты государством собираются налоги в виде бумаги. Ученикам необходимо контролировать все процессы. У кого в конце игры останется больше бумаги, тот и победил. С этим заданием справились две транспортные компании. Производственники и рекламщики остались ни с чем. Они потеряли, во-первых, время. Во-вторых, не отслеживали действия государства, которые были направлены на сбор налогов. И в итоге они пришли в банкротство. Анатолий Константинов, выпускник этой школы, проводит не первое подобное занятие. Экономическую направленность деловой игры объясняет его профессия арбитражного управляющего. Они, в первую очередь, должны понять, что, выходя в возрастную жизнь, они должны уже знать, чем они будут заниматься во взрослой жизни. Какую профессию они в себе изберут. И также должны понимать, что данный процесс является состязательным. Никто просто так ничего им готового на блюдочке не принесет. Старшеклассникам такой нестандартный урок жизни пришелся по душе. Я был в группе транспорта. Я почувствовал себя тем человеком, от которого зависит на самом деле весь бизнес. Я занимался перевозками, занимался договорами также. Я была торговлей. Я покупала производство его продукцию. Государство у нас его покупало. Я бы советовала не только учителям географии проводить на уроках и во внеурочное время, но и не только в лицехе гимназии. Мы обычная общеобразовательная школа номер 36. Это не последний урок жизни, который Анатолий собирается провести в школах столицы. Главное, чтобы пройденный материал принес пользу ребятам и надолго остался в их памяти. Ольга Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.